всем привет с вами я виола и добро пожаловать на мой канал я рассказывала вам уже о том что рена ханом рен ханом вам отдельный привет преподнесла подарочки мне марьяша я обещала также показать покажу вам один из подарков это было очень приятно повторюсь и неожиданно и тем более приятно я в восторге спасибо огромное рена ханом не устану повторяется аллаху рим за герой версии не очень приятно было вас увидеть вот бывает такое когда ты видишь человека один единственный раз допустим и он оставляет о себе очень приятные впечатления бывает у меня лично что даже не виде человека общаясь с ним виртуально возникает симпатия это от меня абсолютно не зависит это на каком-то энергетическом уровне я думаю что у всех у вас такое было есть будет на его трена ханом вот именно такой человек очень приятные с хорошей энергетикой с очень теплой в общении внешне и в общем все сложилось все факторы слились воедино в этом человеке для меня я и воспринимаю так и я вам покажу сейчас подарочек вот в такой красивой коробочке перевязанной ленточкой коробочка довольно большая вот так выглядит изнутри и сейчас я достану и покажу что у нас там там у нас предметы интерьера это индия ручная работа и здесь латунь в сочетании с перламутром у меня нет лака я опять все ногти переломала не все но все под одну гребенку подкоротила порезалась вчера готовила возилась на кухне ну и нож меня опять отметил в общем как то так вот такая прелесть посмотрите здесь у нас перламутр у нас такой ветер за окном минус 1 градус снег обещали вчера пошел чуть-чуть снег немножечко даже грамму лечку лег потом он испарился буквально не знаю за час за два ночью видимо тоже чуть-чуть сыпал но на балконе грамм там тут снега с утра шел я проснулась чуть-чуть вот так он сыпал такие кругленькие сухие шарики я не знаю надеюсь у нас снег ляжет марияша тоже вчера ждала все мама мы проснемся утром будет снег мы пойдем снежки играть его пойдем обязательно лишь бы снег но пока снега для снежков недостаточно вот вот такая прелесть посмотрите как детали проработаны это очень красиво очень таких у нас два предмета красивые мне так нравится я люблю такие вещи очень люблю у нас говорят седэф на перламутр говорят седэф седэф латунь сейчас мы поставим потом посмотрите вот такие подсвечники подсвечники прелесть просто прелесть я не знаю как ренах она угадала она еще хороший имплата я так понимаю тоже пара подсвечников очень красивая вот такая вот работа идет инкрустация перламутром я думаю наверное излишне говорить что перламутр здесь натуральный так я надеюсь не укатится ой нет укатится так или один поставлю давайте на один поставлю и это не все есть еще один предмет вот индия я читала про эту посуду не то чтобы есть посуда есть предметы интерьера разнообразные совсем и вот такой еще подсвечник как в старину ходили со свечкой прелесть вот такая прелесть очень это красиво вот такая композиция положите и красиво можно очень оформить ею комнату сделать вот такой акцент она стилизованная очень интересная мне очень нравится вот остальные подарки не буду показывать скажу только что мы шармик марьяшина браслет надели сразу марьяша был подарен шармик такая японочка я помню марьяши в подарок девчат кто-то из вас простите что не помню точно присылал такой брелок японку вот это точно ее копия у нее такой же красная платьица такая же стрижка вот эта карая классическая щелкой вот такая милота по случаям обязательно покажу этот шармик ногти у меня тоже как видите не накрашены отдыхают пальцы мои что еще хочу сказать скоро у нас праздник чуть поболтаем с вами буквально юля обручает сына не я за да вот мы все шутили не я с марьяшин жених не с марьяшин жених ну конечно же это все были шуточки и скоро обручение усиленно идет очень подготовка у нас это события огромной важности к этому серьезно готовятся у нас готовят хонча хонча я даже не знаю как на русском это сказать но это такие подносы в старину были сейчас всевозможные конечно разные красивые коробки очень можно красиво все оформить гюля все делает своими руками я видела бесподобно я не знаю смогу ли я поснимать сам процесс но наверное начало где-то да посмотрим как это все будет точной даты нет но это самое ближайшее время предполагается это событие и одну из хонча буду готовить я своего имени вернее наполнять это хонча буду я потому что каком-то из подносов либо в общем в чем-то чем это хонча предполагается нести для невесты там конфеты где-то в каком-то фрукты потом миниатюрные подарочки со сладостями для гостей для подружек невесты у нас это тоже принято это подразумевает то что незамужние девушки тоже в скором времени обрели свое счастье свою вторую половину такой носит вот характер эти подарочки и вообще не гостям преподносятся они тоже отдельно как-то их оформляют очень красиво все это делается и сухофрукты орехи вот это я взяла на себя сухофрукты всевозможные всевозможные орехи разных сортов вот такое наполнение буду делать я с огромным удовольствием и конечно же относится кольцом помолочная и у нас относят платок как покрывают девушки голову это означает что она уже ну не то чтобы замужние но она уже обещана платки ходить конечно она не должна но это такой символ как вот я думаю во многих религиях это присутствует во многих народностях вот когда девушки покрывают голову замужние девушки покрывали раньше голову на руси и у нас покрывали голову в азербайджане сейчас конечно это конечно все зашло на нет в очень редких случаях действительно покрывают голову и носят платок но вот традиция она осталась они у нас соблюдаются очень красиво все это преподносится все это готовится у меня самой марияж растет как это все будет но здорово я считаю что когда традиции вот так сохраняется соблюдаются мне очень это нравится это красиво это дань предкам ну вот так что мы все в предвкушении ждем девочка просто чудо красавица маша лла я с ней лично незнакома ну как-то случай не представился но по фотографиям конечно же я ее видела гюля с восторгом говорит о своей гуда о своей свахе свати 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 да да мама невесты гюля с ней очень плотно общается очень они хорошо отзывается что она приятная и внешние в общении вот с ней я тоже пока не знакомы мы познакомимся уже непосредственно на обручение потом будет х на яхты потом уже свадьба когда это будет как это будет х на свадьба мы не знаем потому что у нас конечно же еще закрыты дома торжеств и большое количество гостей в ресторанах собирать нельзя и даже обручение у нас принято делать и дома и в ресторане кому как удобно здесь уже зависит от финансовой составляющей и от каких-то личных предпочтений безусловно сейчас с этим сложно очень сложно планировала значит юлину свати зовут сева хану и я была приятно удивлена когда оказалось что она бы с удовольствием всю эту церемонию провела в будто арт-клубе который я обожаю где была моя свадьба наша с эльмаром оказывается они тоже очень любят ценят это место и конечно с удовольствием провели бы церемонию там там очень атмосферно красиво здорово очень хорошая кухня и музыкальное сопровождение великолепное но сейчас вы вы это грозит большим огромным штрафом хозяина заведения и это грозит не маленьким штрафом гостям поэтому конечно никто там праздновать не будет и также что касается свадьбы когда как неизвестно возможно они зарегистрируют брак свадьбу отметят позже но это уже они решать будут сами на семейном совете я думаю нам остается только согласиться с любым их решением и с удовольствием поучаствовать в любом формате я очень горжусь тем что гуля пригласила меня на эту церемонию обручения потому что приглашает исключительно близких людей со стороны жениха бывает минимальное количество гостей так принято и вся все затраты ложатся здесь на сторону невесты а уже хнаяхты это уже со стороны жениха я так понимаю это все оплачивается потому что там много всяких нюансов приглашается девушка либо девушки которые наносят узор хной на руках невесты и на руках всех гостей кто пожелает это такой своеобразный восточный девичник именно девичник там нет мужчин там подруги невесты страна жениха там тоже энное количество девушек женщин присутствуют угощения и им наносится узора из хны это очень красиво тоже атмосфера определенная присутствует приглашают и музыкантов но опять таки здесь все упирается финансовые возможности там кто-то отмечает хнаяхты в национальных костюмах это тоже очень красиво кто-то не заморачивается и нарядные безусловно одежде но не в национальной старинной а в современной вот так вот празднуют но невеста она практически 99 9 9 9 9 процентов случаев она надет одета в национальный костюм и скорее всего ее ближайшие подруги тоже но это красиво это опять повторюсь я не уверена что я смогу снимать потому что это ну не каждому возможно захочется фигурировать в моих видео потом у нас есть еще момент менталитета это тоже немаловажно поэтому ну что-то как-то я постараюсь это все для вас визуализировать потому что это действительно интересно я считаю особенно для тех кто не знаком с нашими традициями нашими обычаями они у нас действительно очень красивые как и у всех я считаю даже если кому-то что-то не нравится либо кажется удивительным невероятным невозможным возможно где-то даже неприятным или ну какие-то еще не очень какие-то эмоции вызывает то тем не менее я например считаю что каждая традиция для своего народа она замечательна есть исключение безусловно но о них мы сейчас не будем говорить этой ранее браки и так далее то что я не приемлю ни под каким соусом для меня это ладно не буду портить настроение ни себе ни вам да есть нюансы которыми отношусь очень категорично очень вот в общем показала я вам подарочек от рена ханом один из немножко мы с вами поболтали мои еще спят погода пасмурная ну не стала я особо освещение включать в таком не то чтобы интимным ну и даже не полумрак ну как то вот такое настроение и хорошо смотрится латунь при таком освещении и безусловно перламутр тоже не отстает от нее еще раз я хочу поблагодарить вас рена ханом за эти неожиданные подарки за удовольствие видеть вас я уверена что мы с вами обязательно встретимся и дай бог погода наладится мы еще на бульваре посидим пообщаемся чаек попьем свету с собой украдем и как раз там бульвар через дорогу далеко уходить не надо и вам далеко ходить не надо в их тех краях так что вот так дай бог я буду очень рада и надеюсь вы тоже примете мое приглашение друзья буду с вами прощаться спасибо вам за то что вы меня выслушали за то что посмотрели это видео я в последнее время не очень часто снимаю не знаю как то я этот не хочется снимаете какая-то я не такая все я вас всех 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 обнимаю желаю вам всего только самого доброго благодарю за то что вы со мной берегите себя обязательно берегите себя и обязательно берегите своих близких а с вами была я виола и мы еще безусловно увидимся всем пока